Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И вновь у нас в гостях доктор медицинских наук Татьяна Николаевна Мельник, которая работает уже много лет главным врачом Московского областного центра охраны материнства и детства. Здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Николаевна, вот мы так за кулисами перед началом. О чем говорить-то будем? А вопрос самый важный, что рождаемость-то никто не отменял. То есть она продолжается, и всегда у нас возникает главный вопрос. Как вот довольно много времени прошло. Мы чаще с вами говорили о депутатских проблемах, которые решались. А сегодня хочется поговорить именно конкретно о работе врача, врача, который, в общем-то, продлевает всем нам жизнь, как это ни парадоксально звучит. Как рожать-то сейчас? Как процесс идет? Ну, в принципе, мы не ощутили снижение количества родов. Даже где-то наоборот. Количество женщин, которые встали на учет по беременности по нашему округу, их стало побольше. То есть мы ожидаем, что количество родов будет увеличиваться. И это, наверное, благодаря всем тем программам, которые наше правительство продвигает в жизнь для того, чтобы поддержать такое прекрасное понятие, как материнство. То есть это на финансовом, экономическом, да? Конечно. Там ипотеки, дома, материнский капитал. Мы знаем о том, что и материнский капитал у нас теперь выдается и на первые роды, и на вторые роды материнский капитал выдается. И увеличилось пособие на рождение ребенка, увеличилось пособие на содержание детей до трех лет, а сейчас до 14 лет. И все эти финансово-экономические новшества и изменения в хорошую сторону, они, конечно, способствуют тому, что государство поддерживает матерей, поддерживает в плане содержания детей, воспитания детей. И, конечно, это дает стимул на увеличение рождаемости. Это правильный путь, по которому идет государство. Но мы помним, что этот стимул возник. Почему? Просто потому, что, видимо, на каком-то этапе люди, но не то, что перестали рожать, а вот я тоже общаюсь с молодыми у них, у многих, у девушек и у юношей. Ну, юноши как бы здесь немножко всегда где-то в пространстве находятся, а у девушек четко. Я вот хочу сначала выучиться, потом получить профессию, потом пойду работать. Я спрашиваю, а где место-то свадьбе? Где место любви и всему остальному? Да у меня все есть, но я как бы не тороплюсь. Ведь не секрет, что такая психология, она не потому, что там кто-то плохо на кого-то влияет, просто люди так думают. Вот и ситуация, когда беременность, когда вот есть ощущение, что девушка, женщина постепенно выпадает из жизни. Насколько сегодня все эти подходы молодого поколения оправданы? Вы знаете, вот самой большой такой проблемой на сегодняшний день стала проблема увеличения возрастного ценца у женщин первородящих. Вот то, о чем вы говорите. То есть молодежь почему-то, они хотят закончить учебу, приобрести профессию, как-то устроиться социально-экономически. И только потом. То есть старородящие это называется, страшное слово. Да, сейчас такого слова уже нет. Мы стараемся поддержать каждую женщину. И, кстати, тут тоже правительство решает задачи, потому что женщины, которые в возрасте уже после 30, а иногда после 35 лет, которые решают только первого ребенка родить, начинаются, естественно, другие проблемы. Проблемы бесплодия, проблемы невынашивания, проблемы с возможностью забеременеть. Да. Потому что есть уже груз каких-то заболеваний, ну и другие причины. И тут тоже государство помогает женщинам. Вы знаете, что сейчас очень широко внедряются высокие технологии медицинские, такие как технологии, как ЭКО, экстракорпоральное плодотворение. И тут тоже правительство, зная вот такую вот причину, тоже выделяет достаточно большие деньги на эту программу, программу ЭКО, для того, чтобы женщина и в 30, и в 35 лет могла любым способом иметь ребенка. И сейчас женщины, у которых беременность наступает посредством ЭКО, их становится больше, этих женщин. Наверное, связано тоже с профессиональной вот этой деятельностью, что сначала нужно сделать. Вот это связано с тем, что наши женщины должны родить первого ребенка до 25 лет. До 25 лет. Вот прямо у меня вопрос с языка сняли. До 25 лет. И мне хочется сказать, что никогда дети не являются помехой карьере, жизнью, устройству. Детям тоже нужны молодые родители. Конечно. Они тоже хотят и молодого мамы, и молодых папы, и силы воспитать ребенка. Их тоже должно быть достаточно много для того, чтобы и поиграть с ребенком, и сходить на какое-то представление, и сесть порешать с ним какие-то задачки, уроки, почитать книжки. Ну и быть недалеко от него по возрасту. Быть недалеко в возрасте. Он должен как бы вместе быть. То есть ребенок должен чувствовать, что родители молодые. Поэтому, конечно, желательно, чтобы женщина первого ребенка родила до 25 лет. Ну а дальше уже как захотят. Но радует то, что у нас сейчас и много женщин, которые рожают и третьего, и четвертого ребенка, и даже и пятого, и шестого. А вот чем они это объясняют? Ну ладно, третий, я понимаю, да, это, в общем-то, спроси, наверное, у любого вменяемого человека. И, в общем-то, насколько я помню, по закону развития человечества, некоему условному, то есть один ребенок заменяет папу, один ребенок заменяет маму, а третий как бы на расплод нашего человечества. А вот вы, когда общаетесь, почему они решаются на пятое что? Что очень много денег муж зарабатывает. И почему это происходит? Ведь есть другие способы же и не рожать. Вы знаете, ну, во-первых, по статистике, для того, чтобы население не убывало, а пребывало, необходимо на каждую семью родить два с половиной ребенка. Ну, как бы статистически. Как интересно звучит так. Два с половиной ребенка. Ну, это математическая статистика. Почему рожают третьего и четвертого? Ну, конечно, существует масса методов, которые могут предохранить женщину от нежелательной беременности, то есть молодая пара может совершенно спокойно планировать свою беременность. Но если вдруг что-то не получилось, и женщина забеременела, то, как правило, сейчас женщины не идут на аборт. Это, наверное, огромная заслуга, огромная армия кушеров-гинекологов, которые на протяжении многих лет говорили о том, насколько вредны аборты. Насколько они опасны, и насколько они приносят вред не только репродуктивной функции женщины, детородной функции, но и здоровью вообще женщины. Но о том, что она впоследствии может остаться вообще бесплодной, это даже говорить нечего. Поэтому те женщины, у которых беременность наступила вдруг так вот, как бы не совсем неожиданно, они, к нашему счастью, решают в пользу рождения этого ребенка. Ну и, наверное, все-таки воспроизведение семьи тоже играет роль. В одно время у нас в стране, вы помните, это был 16-й год, 15-й, 17-й год, когда был бэби-бум, когда была какая-то мода рожать очень много детей. Но я не скажу, что это мода, это, наверное, не очень красиво сказано мода. Дети никогда не могут быть модой. Это наше продолжение, это наша жизнь. Они, в конце концов, принесут нам старость и радость. Это было такое желание показать. Я помню, что все, как говорится, селебрити с маленьким ребенком, с колясочкой. То с собачками ходили, извините, а теперь как бы с детьми. Так, а сейчас этот бэби-бум прошел? А сейчас он как бы стабилизировался, скажем так, да, стабилизировался. И поэтому женщины рожают и третьего, и четвертого ребенка. Вот в нашем родильном доме буквально на прошлой неделе женщина была пятой родой, вчера была женщина шестой родой. То есть, ну, женщины рожают, это женщины достаточно социальные, они достаточно самые-таки достойные, работающие женщины, в полноценной семье, они осознанно рожают детей. Во второй части мы обязательно поговорим о самом центре, потому что всегда важно знать, что там происходит, какие у вас новости. А сейчас продолжаем еще эту тему, она, мне кажется, очень важной. Вот есть такое мнение, что женщины, которые идут на повторные роды, ну, и уже дальше третье, четвертое, пятое, шестое, то, а им уже как бы, ну, легче, я не знаю, как это. Это действительно так вот, что женщина рожает, ну, не скажу, что в удовольствие, но она уже спокойнее к этому относится, и ей нравится быть мамой, нравится проходить еще и еще раз этот этап. А есть женщины, которые вот одного родила, и все, больше мне ничего уже не нужно. Так? Да, есть, конечно, женщины, которые рожают одного ребенка, и решают, что больше им это не нужно. Это много причин для этого, в том числе, возможно, и одна из причин поднять этого ребенка, да, воспитать этого ребенка. Это мамы-одиночки, наверное, потом? Нет, не обязательно, не обязательно. Вот приняли такое решение, что достаточно одного ребенка. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день женщины не боятся родов, потому что мы проводим очень много работы, проводим очень много мероприятий для того, чтобы подготовить женщину к родам. И в нашем районе есть большая, хорошая школа подготовки супружеских пар к родам. Что это такое? Это занятие, которое проводится сейчас практически в каждой женской консультации. На базе второй женской консультации на улице Толстого, дом 19, целый центр подготовки беременной к родам, где работают врачи, акушер-гинеколог, психолог, юристы, социальные работники. Они отвечают на все вопросы. Ну, а естественно, акушеры-гинекологи готовят женщину к родам, рассказывают прям поэтапно. Потому что не знать, что с тобой произойдет, вот отсюда и появляется страх. Там слухи, интернет все же смотрят. А если ты знаешь, что с тобой поэтапно произойдет в самый первый момент и так далее, и чем это все закончится, то к этому уже женщины готовятся. Кроме того, очень большая работа проводится и в родильном стационаре в нашем родильном доме. В частности, каждый вторник, и вот даже сегодня, вот сегодня вторник, у нас проходит так называемый Дни открытых дверей, где уже в стенах родильного дома им подробно отвечают на все вопросы и проводят занятия на разные темы. Преждевременные роды, кесарево сечение, роды после кесарево сечения, роды с обезболиванием, традиционным медикаментозом, роды без обезболивания или с обезболиванием нетрадиционным. И это тоже сейчас. И женщины, в принципе, у нас очень образованы. Молодое поколение, они очень образованы. Вот тут же, простите, я ставлю, ведь даже не беря тему сейчас рождения ребенка, просто у человека что-то заболело, ну, такое непонятно, он сразу куда идёт? В интернет. В интернете масса всего, как я часто говорю в наших медицинских или околомедицинских программах, всегда всё заканчивается фразой такой, обязательно сходите к врачу, потому что, возможно, это онкология. И у человека начинается сумасшедшаяся бубежность, паника, всё. Вот эта школа, то есть это как своеобразный такой институт, что ли, когда рассказывают и про твоё состояние, и про состояние, кстати, матери, и про то, как должен вести себя отец, и как всё дальше будет развиваться, потому что, ну, все мы присутствовали в том или ином варианте, да, когда иногда человек просто меняется, опять же, от возраста тоже зависит. Вот кто составляет эти программы? Вы сказали, что врачи и так далее. Насколько сегодня, если сравнивать, ну, возьмём там 20 лет, насколько изменился подход вот к этому главному этапу, когда уже роды происходят? Облегчили насколько? Вы знаете, перемена произошла очень большая, потому что если раньше роды – это было что-то закрытое, и на самом деле женщины боялись этих родов, это неопознанное, не непонятное. Умереть можно. Да. Дай бог мы не дадим умереть, но самое главное – это же не болезнь роды. Мы можем представить себе, что болит живот, это может быть аппендицит или какое-то другое заболевание, а роды – это как бы, ну, естественный такой процесс, от него никуда не денешься. Ну, а это что-то всё-таки неопознанное. То сейчас вот как раз эти занятия, которые проводят врачи, огромная армия специалистов, которые, вот, их работы направлены именно на то, чтобы женщина совершенно спокойно прошла вот этот путь роды, и более того, и послеродовое пребывание, и воспитание малыша, и так далее, и тому подобное. Мало того, мы очень активно в этот процесс внедряем мужей, партнёров, как мы говорим вот так. Посмотрите, сейчас роды с мужем идут. Да, очень важно. И у женщины очень много, и у нас очень много рожают женщин в присутствии мужей, не только мужей, и на роды может идти любой человек, которого пожелает женщина видеть рядом с собой. Это может быть мама, это может быть подруга, это может быть сестра, ну, конечно, не толпа людей, но кто-то, один из людей, которого она считает, что именно в этот момент... Одного выпускает. Одного, да. Она не будет бояться, и вот этот человек её поддержит. И это играет очень большую роль, потому что мы уже давно имеем такую статистику, что женщина, которая идёт в партнёрские роды, рожает вместе, у неё страх намного меньше, или практически его нет, чем женщина, которая, например, рожает сама. Ну, и хочется сказать, что сейчас все абсолютно роды 100% обезболиваются, то есть нет такого, вот как раньше идёшь мимо роддома и крики из всех окон. Нет, сейчас в родблоке, как правило, тишина, женщины спокойно ходят, они могут встать, походить, сесть. Вот у нас в роддоме есть и мечи специальные, на которых женщина, и стульчики специальные, на которых женщина может облегчить процесс схваток, и ванны, джакузи, где женщина может полежать и облегчить. То есть на любой её выбор, пожалуйста. Мы сейчас переходим во вторую часть, поговорим как раз о том, какие у вас там методики интересные, но я, честно говоря, не знал, что, оказывается, кроме мужа может женщина попасть. Могут любой, поэтому они называются партнёрские роды. Там какая-то кабинка отдельная, или просто он находится прямо в родовом зале, этот человек? Значит, в роддоме у нас 12 родовых боксов. Каждая женщина в отдельном родильном боксе рожает. Там у неё проходит первый период рода, там она рожает, и там она 2 часа находится после родов под наблюдением врачей-экушеров-гинекологов и ребёнок под наблюдением врачей-ноунатологов. И вот в этом родзале это целая палата, где телевизоры, где кровати-трансформеры, где всё это есть для того, чтобы... Геммониторы, аппараты ЭВЭ, лампы фототерапии. Всё для того, чтобы оказать помощь и женщине, и её новорождённому ребёнку там же находится её партнёр. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях доктор медицинских наук Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». у нас в гостях Татьяна Николаевна Мельник, доктор медицинских наук, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Мы встречаемся часто, но мы давно не говорили о том, как там центр существует, потому что, насколько я понимаю, ведь у вас вообще-то каждый день происходит рождение нового, и насколько центр сегодня успевает за какими-то новыми технологиями, оборудованием, новыми медицинскими приспособлениями. Что у вас там внутри? Ну, что у нас новое? Мы очень широко сейчас используем так называемое немедикаментозное обезболивание в родах. Так. И у вас в студии, я знаю, присутствовал, к нам пришел работать доктор, новый так называемый знаменитый танцующий доктор. Это Николай Сергеевич Синёв. Он работает у нас в центре, работает очень хорошо. И очень много женщин идут с удовольствием вместе с ним на роды для того, чтобы, в общем-то, нетрадиционно вот так провести. Вы знаете, это происходит очень и очень интересно. Кроме того, у нас работают специально обученные акушерки. Так. Это акушерки тоже существует определенная фирма, определенная организация, которая воспитывает этих акушерок. Они тоже ведут роды, сопровождают роды у женщин. И они употребляют различные методы немедикаментозного обезболивания в родах. В частности, вот как раз сопровождают джакузи на специальных стульчиках, обязательно на шарах, обязательно какую-то гимнастику делают в родах. Музыка расслабляющая или наоборот, музыка, которая дает чуть-чуть динамику такую. То есть это целая команда. Вот мы сделали целую такую команду, которая сопровождает женщин в родах. Для того, чтобы им было комфортно рожать. То есть это такие, ну, есть устоявшиеся традиционные подходы, а это такие новые методики, попытка поиска. И я так понимаю, что, наверное, в этой системе, так человек устроен, наверное, еще много чего можно будет попробовать. Да, оно все время обновляется. Ну, мы как бы не отстаем от наших пациентов, потому что, правильно вы говорите, они очень много читают в интернете, они знают опыт родов за рубежом, они тоже там читают, как рожают женщины за рубежом. И они, конечно, хотят, чтобы... О чём-то. ...перенести. Да, перенести это к нам, и мы, собственно, стараемся не отставать от этого, а, наоборот, идти на опережение. То есть предлагать им это, сами предлагать им это, только вести их так, чтобы это было с медицинской стороны очень хорошо, и чтобы благополучно закончились роды для самой женщины, благополучно закончились роды для ребёнка. Ну и, конечно, для этого необходимо не только умение и знание врачей, и все вот эти вот новые новшества, но и медицинское оборудование. Да, вот это важно. И я хочу сказать, что благодаря президентской программе «Здоровье», в этой программе 8 подпрограмм, и одна из них посвящена детству и родовспоможению, и очень много средств вкладывает наше правительство, и в частности Министерство здравоохранения Московской области, в обеспечение родильных домов, детских больниц медицинским оборудованием. И вот сейчас конец года, и мы можем немножко подвести уже вот такой вот итог, что в этом году наш центр, а именно сюда входят и родильный дом, и детский стационар, и поликлиники, и женские консультации, получили оборудование на 270 миллионов рублей. Это очень большая цифра. Оборудование хорошее, но очень дорогостоящее оборудование. В частности, мы получили, например, кровати-трансформеры. То есть женщина на этой кровати, эта кровать, она и как кровать, где женщина находится в первом периоде родов, во время самих непосредственно родов, она превращается, трансформируется в родовой стол, в родовую кровать. Если необходимо, эта кровать тут же трансформируется в операционный стол. То есть женщину не нужно трогать, не нужно перекладывать, перевозить, терять время. То есть вот это всё можно сделать абсолютно спокойно. Между прочим, это наши отечественные кровати. Очень хорошее, очень хорошее оборудование. И женщины довольны, и самое главное, довольны очень сотрудники, потому что они очень хороши в употреблении и в эксплуатации. Мы получили много новых аппаратов для оказания первичной помощи, реанимационной для новорождённых. Это специальные, так называемые, открытые реанимационные системы, которые сейчас стоят в каждом родильном зале и в каждой операционной. Но мы получили очень много оборудования, это кювезов, для выхаживания недоношенных детей с низкой, экстремально низкой массой тела. А что такое экстремальная низкая масса тела? Это от 500 до 1000 грамм. Хочу сказать, что в этом году мы выходили четверых детей с массой тела от 450 до 500 грамм. То есть это практически нереально. Ну, это маленькие детки. Они выходили, эти детки живут. Кстати, мы очень прослеживаем жизнь этих детей. Ежегодно у нас проходит праздник, который называется День маленьких детей. Он будет у нас в этом году в декабре, 2 декабря в поликлинике. Мы приглашаем туда всех мам с детками, которых мы выходили и пролечили. Мы им готовим очень большой праздник. То есть у них такое суперрождение. С подарками, да, с подарками, с выступлениями, с концертом. Ну, в общем, мы всегда готовим этот праздник. Он проходит у нас очень хорошо. И мы видим этих деток. Вот эти детки, которые родились 500, 700 грамм, килограмм, полтора килограмма, уже приходят к нам в возрасте 3 годика, 5 лет. И мы воочию видим этих деток, которых мы выходили вот таких с низкой, экстремально низкой массой тела. Получили мы операционные столы, новые современные операционные столы. Тоже, кстати, отечественного производства очень неплохие. Ну и много другого оборудования, что касается родильного дома, в том числе и лабораторное оборудование для быстрого производства анализов, ну, оценки состояния пациента. Что касается детского стационара, в детский стационар прошло, наверное, 2 трети от этой суммы, потому что на сегодняшний день это единственная крупная детская больница в Московской области, многопрофильная. В частности, отделение нейрохирургии детской, оно единственное в Московской области. Мы его полностью укомплектовали с самым современным оборудованием, какое только есть. Буквально недавно к нам из института Московского института Рошаля, как мы говорим, института Рошаля, приезжала главный нейрохирург детский города Москвы Центрального федерального округа, и когда она посмотрела нашу нейрохирургию, она сказала, у вас лучшее оборудование, чем института Рошаля. Она говорит, я даже там не видела кое-чего, что есть у вас. Много получили оборудования для нашего ожогового центра, для хирургии новорожденных. У нас единственное в Московской области отделение хирургии новорожденных, где оперируются вот маленькие детки. Они тоже будут на празднике у нас 2 декабря. Поэтому я хочу сказать, что Центр на сегодняшний день оборудован самым современным, очень дорогостоящим оборудованием медицинским, которое используется по полной программе. На нём обучены врачи, это и лапароскопические стойки, и много-много чего другого. Вот, кажется, вот аппараты для проведения физиотерапии. Ну, маленькие, небольшие аппараты, может быть, не сильно такие дорогие, но физиотерапия обязательно должна, и должна быть именно реабилитационная система, программа реабилитации и все мероприятия реабилитационные для восстановления здоровья. Ещё 3-4 вопроса. Первый из них такой грустный будет вопрос, я не могу его не задать, о отрицательном, что ли, результате. То есть первый – это когда плод развивается как-то неправильно, на этапе ещё дородов, когда там, как это вообще сейчас делается, принимается какое-то решение, семье предлагается либо избавиться от него, либо рожать, вот это первое. И второе, ну, есть же, наверное, случаи, когда не происходит того, что нам хотелось бы, и как это вот, как это нивелируется, эта история, как это происходит? Ну, по врождённым порокам развития, о том, о чём вы говорите, это врождённые пороки развития, потому что хирургии новорождённых, нейрохирургия, естественно, детки после родов переходят сразу в руки других специалистов. Дело в том, что по мировой статистике 5% детей рождённых, они имеют врождённые пороки. Из них 1% – это пороки летальные, которые нежизнеспособны, то есть при рождении ребёнок жить. Например, ребёнок рождается без почек двух, ну, ребёнок жить не может, или без сердца ребёнок рождается. То есть такие дети… Даже такое есть. Да, и они такие, или другая любая какая-то патология. 3% – это пороки, которые… Можно провести хирургические мероприятия, и дети будут дальше жить до глубокой старости. Ну, и где-то 2% – это пороки, которые не нужно оперировать. Например, шестой пальчик. Ну, нужно его оперировать. Такой врождённый порок. Это врождённый порок. Эксклюзив. Да, вот эксклюзив. Ну, как бы ребёнок совершенно спокойно может жить с шестью пальчиками. Или, например, четыре пальчика. Да, может совершенно спокойно жить этот ребёнок. Вот. Если... Почему проводится обследование женщины на этапе женской консультации и проводятся ультразвуковые исследования? Их проводят трижды за беременность. Это первое на сроке до 11-12 недель беременности, когда можно выявить грубые пороки. Например, отсутствие руки, ноги или какие-то ещё. При этом можно выявить генетические пороки, потому что все женщины проходят скрининг на наличие у плода генетических заболеваний. Это не только болезнь Дауна, это другие различные генетические заболевания, которые можно или заподозрить, или выявить именно вот в этот маленький срок. И тогда женщине, конечно, предлагается прерывать беременность, потому что мы рассказываем о том, хотя женщина может сделать свой выбор в другую сторону. Ну да, да, да. Всегда слово за ней. Да, да. Потом второй триместр беременности – это до 20 недель, когда уже эти пороки можно увидеть более грубые такие пороки. Это пороки развития желудочно-кишечного тракта, пороки развития почек, пороки развития костей, головного мозга и так далее. Женщине всё подробно рассказывается. И рассказывается дальнейший жизненный путь этого ребёнка после его рождения. Или же этот ребёнок жить не будет. Он может родиться мёртвым, он может погибнуть в первые сутки или во вторые сутки, потому что у него такой порок, который не совместим с жизнью. Дышать не может быть, да. Вот. И женщина должна будет принять решение. Последнее слово – естественно, за ней. Если этот порок достаточно сложный, но ребёнку впоследствии нужно перенести одну, две или три операции, после этого он может стать инвалидом, об этом тоже говорится очень подробно беременной женщине. И она тоже принимает решение, зная, что вот путь её жизненный вместе с ребёнком будет другим. Он будет длительным, долгим и, скажем так, достаточно затратным во всех отношениях. Не только экономическом, но и психологическом. Вот. Поэтому, конечно, женщина должна выбрать. Процент большой такой вот этих? Нет, он процент не очень большой. У нас приезжают женщины, у которых выявлены пороки несовместимой с жизнью, которые решают в сторону прерывания беременности. И мы эту беременность им прерываем на сроки до 20 недель беременности. То есть это ещё маленький срок. Это когда плод весом 200-300 грамм, он небольшой. Они принимают это решение. С этими женщинами работают психологи моментально, с момента поступления их в родильный дом, ну и, конечно, после родоразрешения. Другой вопрос, что да, бывают случаи, когда ребёнок рождается, и ребёнок по какой-либо причине умирает. Сейчас таких причин их не очень много, потому что современная медицинская техника, умения врачей, они вытаскивают, ну, если так можно сказать, они вытаскивают ребёнка из любой ситуации. Но бывает, что и тут мы бессильны, и из какой-либо ситуации тоже вытащить этого ребёнка невозможно. Хотя борьба за жизнь этого ребёнка идёт по полной программе, и оборудование, огромный медикаментозный арсенал. Но, тем не менее, судьба так распоряжается, что и врачи здесь делать ничего не могут. Да, слава богу, у нас показатель, это так называемая перинатальная смертность, смертность детей после родов до 7 суток. Перинатальная смертность по Московской области у нас имеет очень хорошие показатели. Если по России она составляет 4,2 на тысячу живорождённых, то у нас по Московской области она 3,7. То есть у нас показатель в этом плане очень хороший. Это говорит о том, что мы научились лечить этих детей, выхаживать их детей, вытаскивать этих детей и сохранять эту жизнь. Ну и в финале времени совсем немного два таких коротких вопроса. Сегодня студенты, молодые люди, образованные, я не зря сказал студенты, вот они любят это слово child-free. Одни по принципиальным сообщениям, типа вот я живу для себя, а другие просто не совсем понимают. Опять же, они это подразумевают, то, что мы говорили, когда сначала работа, а потом, может быть, когда-нибудь. Мы даже понимаем, что многие из семью-то не хотят заводить. Вот скажите, это такой общечеловеческий подход, что немножко все хотят жить для себя? Или это просто, опять же, некая мода, веяние? Ну, вы знаете, я думаю, что это, наверное, может быть где-то какая-то мода, а скорее всего, я думаю, это непонимание, непонимание своей жизни. Ведь наша молодёжь сейчас считает, что вот мы молоды, и эта молодость будет всегда. А молодость, к огромному сожалению, заканчивается. Наступают зрелые годы. Потом поздно будет. Поздные годы, и всё. И человек остаётся, бывает, один. Стакан воды знаменитый, да? Некому подать. Некому подать стакан воды, он остаётся один. И в особенности мне в этом процессе жалко очень женщин. Потому что, ну, мужчина, он может в любом возрасте завести себе подругу, семью. Для него ограничений нет. А вот женщин, к сожалению, вот когда она остаётся одна, и приходит тот возраст, молодость прошла, в молодости ничего не хотелось, а сейчас стою на распутье, и ничего впереди как бы нет, никого ничего. Это большая трагедия. И у меня очень много приходит женщин, одиноких женщин, вот как раз в возрасте 40 и более лет, постарше уже, когда уже и мировоззрение немножко другое, и мозги немножко другие. Они встали уже как бы на место, и они просят усыновить детей. Матери-одиночки. Они идут на это осознанно, на усыновление. И вот тут начинает, когда начинаешь потихонечку расспрашивать, а почему, здоровье не позволяют, и что. Вот как раз этот вопрос, вот хотела свободы. И я думаю, что тут, наверное, есть где-то упущение воспитания семьи. Потому что всё-таки семья, мама, папа, бабушка и дедушка, они должны быть примером для своего ребёнка. Чтобы ребёнок подражал, чтобы ему тоже хотелось иметь и такую же семью, как и воспитала этого ребёнка. И тут, наверное, вот как раз нужно... Там корень. Да, корень там. Ну, кстати, о теме усыновления мы как-то приглашаем вас, как-нибудь в другой раз поговорим, что она очень важна, очень такая сложная. Последний вопрос будет неожиданным. Я очень часто его задаю разным людям. И вот мне интересно, как ответите вы. Вот нам же всем кажется, что папа с мамой, когда стало известно о том, что мы должны появиться, что они прямо вот вокруг нас носились с нами. Мы прямо были такими желанными. И такое ощущение. Мало кто понимает, что что-то могло произойти случайно, что-то могло произойти вопреки. Вот есть разница между рождением по любви и рождением, ну, я не знаю, как, по случайности? По случайности. Есть разница у нас? Конечно, есть. Ребёнок, рождённый по любви, даже если вот смотреть женщины, которые состоят в браке, не обязательно официально. Пусть в гражданском браке, но уже какая-то ячейка, маленькое общество есть. Когда рождается ребёнок, и первый, и второй, и третий, это совершенно вот-вот другое восприятие. Женщина светится, она знает, что это ребёнок, вот он желанный будет для всех. А если женщина рожает, и, в общем, её как бы заставили, вот надо, и ты рожаешь. Деваться некуда. Деваться некуда. И такие женщины тоже встречаются. Отношение к детям, ну, во всяком случае, то, что мы видим в родильном доме, бывает иногда очень такое специфическое. У нас же сейчас все на грудном вскармливании, все находятся с мамочками в палате. Ребёнок родился, от мамы уже этого ребёнка не отрывают вообще, она до момента выписки с этим ребёнком. Даже говорят, что некоторые мамы прямо вот... И вот, да, некоторые мамы говорят, нет, заберите в палату, я не хочу, я хочу отдохнуть, я хочу всё. Но тут работа психологов, и не только психологов, но и всего коллектива. Тут работают и врачи-акушеры, и гинекологи, и акушерки, и даже буфетчица, которая каждый день раздаёт пищу, приносит еду, и санитарочка, которая моет палату. Вот тут работа вся должна быть направлена на то, чтобы этой женщине всё-таки привить... Надо сказать, какой у вас красивый, какие глазки, да? Как правило, говорят, ваш ребёнок на сегодня самый красивый родился. И это, вы знаете, даёт свой результат. И потом у женщины меняется, и она даже, наверное, не вспомнит, что было у неё такое ощущение. Материнский инстинкт, он всё равно придёт. Вот прекрасная концовка, потому что вы яркий представитель материнского инстинкта, вы всё о нём знаете. Татьяна Николаевна Мельник, доктор медицинских наук, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Спасибо вам огромное. Правда, как-то вот давно не слышал ничего подобного, ни по телевизору, ни по радио. Всё, живём другими проблемами, а самое-то главное – дети. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова